Почему получилось в Крыму? Потому что в Крыму было три составные части того, что получилось. Это первое. Народ Крыма единодушно поддержал воссоединение, вышел на улицы. Правоохранительные органы Крыма полностью поддержали. И самое главное, в Крыму была законная, легитимная власть, которая встала на сторону народа. Вот только все эти три фактора объединенные смогли привести к тому, что Россия проявила политическую волю со стороны своего руководства, и зеленые человечки там появились на улицах. Николай, вы в Крыму-то когда были? Я там был 16 марта на референдуме. А я был в Крыму с 21 февраля. И вы знаете, то, что вы мне рассказываете, ну вот просто абсолютная чушь. О каких правоохранительных органах, которые перешли на сторону населения, вы вообще говорите? На сторону населения, население, подчеркиваю, не органов власти, перешел только Беркут. Остальные органы МВД находились под властью Киева и выполняли приказы Киева. Я это видел своими глазами. Да, выполняли неохотно. Да, выполняли спустя рукава. Да, где-то там симулировали болезни и просто саботировали выполнение. Но они продолжали подчиняться Киеву и не выполняли указания, которые им давала новая власть. Далее, я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Я это все видел изнутри, собственными глазами. То есть, две ваших составляющих, они просто уже не работают. Я уж про армию вообще не говорю, про украинскую. Силовики основные кто? Армия. Армия как подчинялась Киеву, так и продолжала подчиняться. Тоже очень неохотно, тоже саботировала, тоже были в ней разные волнения. Я там вел переговоры лично со штабом флота Черноморского. Я их начинал. Но подчинялась. И более того, большая часть подразделений в итоге осталась верна Киеву. И вышла с территории Крыма. Парламент Крыма, тем не менее, собрался, принял решение, и Аксенов стал руководителем. Точно такое же решение было принято в Севастополе. Вопрос. Если вы посодействовали принятию этих решений и в Крыму, и в Севастополе, почему вы не сделали то же самое на Донбассе? Почему совет Донецкой или Луганской области не собрался и не выбрал своего руководителя? Легитимный совет полностью, все депутаты. Почему этого не получилось? Потому что на окраине Симферополя и непосредственно в самом Севастополе не было, вернее, были российские военные, и была надежда, что они поддержали. В Донецке и Луганске, если бы стояли ВТР и морской пехоты российской, поверьте, было бы все то же самое. Все то же самое. Более того, я подчеркну еще, что и в Харькове было бы то же самое. И в Николаеве, и в Одессе, и везде. Единственный фактор, который отсутствовал из того, что вы назвали, и присутствовал в Крыму, это наличие российских войск, однозначно занявших позицию поддержки народной власти. Была бы эта поддержка в других регионах, была бы точно такая же бескровная, оглушительная победа, как в Крыму. Продолжение следует...